Мадам Владимировна, социальный вопрос, ему не прозвучал, в плане, что защита в 2020 году закончила объединение, город-район, как это безболезненно затошло. Ну и сразу второй вопрос, то же самое на встречах сейчас звучит по поводу объединения медицины города и района, и уже есть опасения у людей по поводу возможного сокращения. Я, наверное, начну с первого, да, вопроса? Ну да, с 1 января 2020 года социальная защита города и района объединились, и уже этот год мы работали в новом формате, да, буквально было принято решение, и то учреждение социальной защиты нашего управления буквально в январе съехало, да, и оставались лишь специалисты, которые еще принимали тех людей, которые не услышали, не узнали, да, что социальная защита у нас находится сейчас в совершенно другом месте. Я что хочу сказать, работа выстроена таким образом, что управление социальной защиты, то краевое учреждение, которое, оно практически включилось сразу в нашу работу, они точно так же приходят на наши оперативные совещания, участвуют в работе различных комиссий. Я хочу сказать, что в соответствии с теми договоренностями, которые были с Министерством социальной политики, те соцработники, которые как раз занимаются информированием наших жителей, помогают в сборе документов, они все остались на своих рабочих местах, их не сократили. И поэтому сказать, чтобы это как-то ударило по населению, нет. Я хочу сказать, что за год ни одной жалобы, вот, и на встречах, чтобы кто-то озвучивал проблему взаимодействия или работы соцзащиты, не прозвучало. Потому что точно так же совместная работа позволяет и чтобы наши жители получали ту материальную помощь, которая необходима была разным категориям. Точно так же сотрудники Управления социальной защиты у нас в наших группах работают, когда мы проводим и дни профилактики, посещают семьи, и наши единые дни села. То есть мы работаем вместе, для нас практически, для жителей ничего не изменилось. Поэтому никто не говорит никогда, что какая-то есть проблема во взаимодействии социальной защитой. Когда мы проводили в прошлом году единые дни села, прозвучала эта тема объединения. Были опасения о том, что первичное звено будет сокращаться. Но я что хочу сказать, за прошлый год, за 2020, три фапа новых модульных было построено на территории Степновской территории. Да, Людмила Фимовна, как раз и в ее больнице Степновская занималась данной работой. Что планируется? Планируется сейчас, уже на этот год, у нас строительство модульного фапа. В Каргале очень давно жители ставят вопрос, там, ну, неприспособленное такое неудобное помещение, очень маленькое. Кроме того, в планах, которые сегодня существуют у нас сегодня, это строительство фапы на следующий год в селе Чердань, там тоже деревянное здание и уже как бы средство. Кроме того, нам уже сегодня пришло письмо к нам обращаться в том, что мы выбирали земельный участок, да, принимали в этом участие под строительство модульной амбулатории поселка Преображенск. Потому что уже там давно стоит вопрос о том, что та амбулатория, которая существует, не соответствует современным требованиям, не хватает площадей. Поэтому в сегодняшний день, и пока предварительно стоит 29 миллионов, да, возможно, с индексацией цены она изменится, и в Преображенске будет новая модульная амбулатория. Кроме того, на сегодняшний день разрабатывается ПСД на капитальный ремонт амбулатории в селе Дорохово. То есть первичное звено ни в коем случае сокращаться не будет. Это еще говорит о том, что наши фельдшера на сегодняшний день снабжаются новыми современными автомобилями, да, уже сегодня на территории Дорохово. Есть фельдшер, который служит два населенных пункта и получил автомобиль Нива, и на сегодняшний день тоже самое на территории Красносоткинского сельсовета, да, в больнице Красносоткинская сегодня получила тоже автомобиль Нива, и фельдшер обслуживает два села. То есть и по плану тот, который представлен министерством, сегодня идет и в планах стоит обеспечение транспортом санитарным, то есть наших больниц, поэтому первичное звено сокращаться не будет. Ну а та тема, о которой сегодня обсуждается объединение, это мы понимаем, что это уровень на сегодняшний день министерства, да, так как все учреждения здравоохранения являются краевыми учреждениями, этот вопрос дальше рассматривается. Ну, у жителей, это точно мы буквально провели, да, с вами на прошлой неделе, длинный день села на территории Павловского сельсовета, кроме Павловки была еще в селе Захаринки, то есть жители к этому относятся нормально, они считают, что у них будет больше возможности получать помощь в городе и в селе, то есть они не делят эти учреждения, как не делят соцзащиту, так хотели бы не делить здравоохранение. За прошлый год у нас сейчас поводковая ситуация, что было, мне относительное сравнение надо по прошлому и этому году, что в прошлом году предпринято были, какие меры и что предпринимается в этом году. Ну, то, что касается безопасности, мы получаем финансирование из краевого бюджета, это первое, на то, что миллион сто у нас уходит на информирование через ЭДДС, то есть сегодня мы знаем, что у нас единый ЭДДС, город-район, да, и мы сегодня субсидию уплачиваем, то есть как это единое учреждение, для того, чтобы нас информировать, да. Сегодня разрабатывается дальше программа, для того, чтобы жители могли обращаться на единый телефонный номер, да, 112, кроме того, это то, что касается района. Понятно, что на сегодняшний день, кроме того, нам выделены средства, мы страхуем свои ГТС, их сегодня у нас оформлены в районе, то, что касается безопасности. То, что касается сельских территорий, то выделяется ежегодно субсидия как раз на приобретение пожарных рукавов, на приобретение обустройства водоемов пожарных, на гидранты, то есть это выделяется тоже субсидия ежегодно, и поэтому вот это уже в полномочии входит сельсоветов, и сельсоветы это делают. Кроме того, если мы говорим, что в прошлом году у нас, вспомните, был сухой, да, очень, то в этом году есть угроза паводка. То есть мы понимаем, и мы сегодня говорили, да, пожаров было меньше, термоточек у нас меньше не становится, и мы всегда при подведении каких-то итогов, либо проведении КЧС, звучим в этом плане негативно, но мы понимаем, мы от этого никуда не денемся. Поэтому уже то, что касается подготовки к паводку и пожароопасному периоду, проведены заседания КЧС, на сегодняшний день весь объем и тренировки проводятся, и сегодня все принимаются необходимые документы для того, чтобы мы были готовы. Кроме того, если это зима, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций вперед, например, зимних коньяков, мы всегда тратим дизельный фонд на приобретение, это допустимо, глубинных насосов, чтобы люди в этот период большой не остались без воды. Кроме того, на сегодняшний день эти средства предусмотрены, и для того, чтобы, например, вот уже идет где-то подтопление паводками водами, да, оно не глобально, но уже это начинается. Да, где-то есть, там, где частные домохозяйства сегодня сами не готовы, да, к сожалению, вот эта инициатива, которая была всегда раньше, свой двор очистить, сделать в ручей, да, сегодня нет. Но, тем не менее, будет задействована техника, сегодня есть договоренности и с частными структурами у наших глав заключены договора с самозанятыми и с предприятиями. Поэтому вот к паводкому периоду, то есть разработаны документы, это пункт временного размещения, потому что со всеми школами мы можем размещать людей в школах, у нас заключены договора. Понятно, есть какие-то моменты, что сегодня у нас нет средств, чтобы мы могли сразу запасти продукт от питания в случае, потому что нам их хранить не надо, да. Но такие моменты заключены договора и предварительно, и все будет решаться. Ну, кроме того, мы надеемся, вот здесь присутствуют представители, да, и акционерных обществ, что если в случае необходимости экстренной техники, то есть есть предварительные тоже договора, что мы будем обращаться. Возникает некоторая коллизия, львиная доля бюджета направлена на образование, но в то же время в многих населенных пунктах это образование в условиях пандемии практически невозможно ввиду отсутствия там соединения интернета. И плюс еще к этой проблеме накладывается проблема технической обеспеченности некоторых семей, там есть конкретная область. Я поясню, понятно, что мы оказались перед такой проблемой, но первое, тут надо отдать данные оперативности, да, первое, многим семьям, многодетных особенно у кого не было, на сегодняшний день были выделены средства по линии социальной защиты и по линии других организаций, то есть приобретены компьютеры, ноутбуки, некоторые семьи, да, получили, эта работа продолжается и сейчас, наши семьи пишут заявки, у кого три и более учеников, это первое. Второе, мы с вами реально понимаем, мы говорим, у нас 60 сел и деревень, и что, к сожалению, не везде есть устойчивый интернет, и на сегодняшний день эта проблема есть. И с каким образом мы выходили из ситуации, у нас есть школьные автобусы, да, поэтому, как выходили из ситуации, учителя готовили задания детям, школьные автобусы эти задания развозили, раздавали, но потом собирали таким вот образом, но, то есть те проведенные в сентябре проверочные работы показали, что уровень образования, о чем мы говорили, да, с вами, то есть все контрольные по итогам, ведь мы не учились четвертую четверть, да, и получилось вот этот апрель-май, но тем не менее дети справились с теми работами, которые были даны. Но таким образом выходили дальше будем, если возникнуть необходимость, таким же образом мы раздавали продуктовые наборы, да, разводили, потому что использовали школьные автобусы, потому что, ведь мы с вами знаем, те дети, которые гарантированно получали бесплатное питание, должны были потом, многодетные наши, во время вот этого вынужденного нахождения дома, тем не менее, должны были получать продукты питания. Вот таким же образом мы использовали автобусы, задания, разводили продуктовые наборы, но выходили вот так из ситуации. Я так понимаю, работа все равно в этом направлении ведется, да? Да, мы же говорили с вами, обсуждали о том, что мы пытаемся обойти в программу для того, чтобы все-таки интернет был везде, хотя, да, на сегодняшний день где-то интернет сегодня дети будут использовать чаще для каких-то развлечений, нежели для обучения. Но тем не менее, есть различные, много платформ, да, образовательных, мы говорили, использовались разные, потому что какие-то платформы, массовое же было обучение по всей стране, где-то завистали, очень разные, разные. Каждая школа выбирала свою платформу, да, и там кто-то работал в одной, в Яндексе, кто-то в других, и все работали, все равно пытались, учились, по крайней мере, опыт уже появился. И на сегодняшний день у нас же были такие ситуации, давайте об этом говорить, по крайней мере, не в 2020 году, но в 2021 точно, что у нас были такие периоды, когда, например, в этом году погода преподносила такие сюрпризы, просто мы боялись реально выезжать в школьные маршруты, что дороги занесены, и как раз быстренько вот таки использовали возможность дистанционного обучения, потому что опыт уже был, можно было быстро детям сделать сообщение через телефоны и подключить, и уже дистанционно их обучать. Опыт всегда есть, опыт, поэтому, я думаю, будет и в дальнейшем у нас использоваться. Выслушав отчет главы Назаровского района Антилоговой Галины Владимировны о результатах своей деятельности и о результатах деятельности администрации Назаровского района за 2020 год, в соответствии с пунктом 29.1 ст. 29 регламента Назаровского района Совета депутатов, руководству и суставом муниципального образования Назаровский муниципальный район Красноярского края, Назаровский районный совет депутатов решил принять к сведению отчет главы Назаровского района Галины Владимировны Опилоговой о результатах своей деятельности и о результатах деятельности администрации Назаровского района за 2020 год, признать деятельность главы Назаровского района за 2020 год удовлетворительной. У кого есть предложение, дополнение по данному проекту решения? Есть предложение принятия удовлетворительной, с оценкой удовлетворительной. Есть еще предложение, дополнение? Спасибо. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. За? Против? Воздержались? Решение принято. Уважаемые депутаты, спасибо за поддержку и понимание. Я думаю, наша работа в дальнейшем будет строиться на взаимном понимании, на сотрудничестве, ну и реализации тех необходимых задач, которые стоят перед нами. Вы также бываете и очень часто встречаетесь, видите, у людей есть очень много запросов, есть очень много проблем, и мы должны работать так, чтобы снижать то напряжение, движение, те проблемы каким-то образом минимизировать, которые существует на сегодняшний день в Новаровском районе. Спасибо.